Добрый вечер, в эфире Вести Крачаева Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Указом главы Крачаева Черкесия Рашида Темрезова на должность исполняющего обязанности руководителя управления государственного жилищного надзора республики назначен Руслан Урусов. Ранее он работал заместителем мэра Черкеска. Преседатель правительства Асланозов поздравил Руслана Урусова с назначением на ответственную должность. Премьер-министр отметил, что его опыт государственной работы позволит эффективно и оперативно решать вопросы, стоящие перед ведомством. Участники встречи обсудили вопросы, касающиеся работы управляющих компаний, качественного предоставления услуг населению республики в сфере ЖКХ, оперативное решение обращений граждан. С наступлением лета проблемы водоснабжения наблюдаются в ряде населенных пунктов Крачаева Черкесии. Село Чапаевское Прикубанского района в числе таких от отсутствия воды страдают несколько густонаселенных улиц и хутор Октябрьский. В администрации села называют две причины возникновения проблемы – ветхие трубы и кража воды. Незаконная врезка. Как намерены решать данный вопрос, выясняла Мадина Каракетова. Евдокия Симурина стражил в селе Чапаевском. Живет здесь с 1953 года. Всю жизнь работала, не покладая рук. Сначала главным бухгалтером спецотделения и сельхозтехники в местном колхозе, а с 1997 года и по сей день, вот уже 23 года, почтальоном в родном селе. Тетя Дуся, как ее ласково называют местной, желанный гость в каждом доме. Она приносит не только свежие газеты и пенсию, но и интересный собеседник. Люди здесь хорошие живут, рассказывает Евдокия Ивановна. Добрые, отзывчивые. Любит онаятные сельчаны, родное село. В числе первых встречала карачаевцев из Средней Азии и помогала обустраиваться на новом месте. Так и живут с тех пор рука об руку русские карачаевцы. Любит Евдокия Ивановна вспоминать те времена, как жили. С тех пор Чапаевское разрослось. Продолжают появляться новые дома, целые улицы. Есть все для комфортной жизни. Только вот одна проблема – вода, которой летом практически не бывает в значительной части Чапаевского. Не мыться, не жрать, варить, ничего, не стирать. Ну это прям кошмар какой-то. Эта проблема актуальна для северной части Чапаевского и хутора Октябрьский. Местные жители говорят, что это, помимо бытовых неудобств, становится причиной гибели урожая. Чапаевское по какому-то капризу природа село засушливое. Дождь здесь также большая редкость. Такая жара. Всем хочется выпить холодную водичку, помыться. И вот сколько лет вот это продолжается. Вот посадил деревья, высохли. За пенсию покупал. Картошка вот уже высыхает. Помидоры, огурцы высохли уже. Воду брать неоткуда. Вода в доме в этой части села начинает поступать примерно часа в 2-3 утра. И то на час или и того меньше. Если не проспали, успели набрать хорошо. Особенно тяжело семьям с маленькими детьми и пожилыми людьми. Это проблема не сегодняшнего дня. Она существует уже много лет. В администрации Чапаевского говорят, что все дело в изношенных водопроводных сетях. В последний раз водопровод меняли в 70-е годы 20-го столетия. И он не был рассчитан на такое количество. У нас всего почти в два раза выросло. Старые вот эти железные, чугунные водопроводы, они пришли в негодность. Естественно, проводимость водопровода уже, ну воды в этих трубах слабая. Количество, объем, который доставляется в начале села, он не хватает в конце села. Где-то есть утечки, потому что трубы старые. Мы делаем подвоз, как можем, помогаем, но это проблему не решает. В водопроводную систему поступает 5,5 атмосфер воды. Это 2,5 тысяч кубов. Из них до населения почему-то доходит не более четверти. Проблема даже не столько в старых трубах, как в недобросовестных селянах, которые позволяют себе несанкционированные врезки в водопроводную систему. Устанавливают мощные насосы, толстенные трубы и круглые сутки поливают свои сады и огороды. В то время, как в другой части села люди не могут позволить себе даже выпить чашку чая. Меры принимаются, наказаны? Да, принимаются. Осенью, не осенью, а в сентябре, делали рейд с главой от района, с водоканалом. Были выявлены нарушители, были оштрафованы они. Ну, тем не менее, если из-за трех оштрафовать, конечно, там, они повлияло, ну, на неделю, на две недели. И опять тоже всяма повторяется. В начале села, где воды достаточно, люди обычно поливают, но им, если у кого-то по счётчику, мы им не можем запретить, но им просим, чтобы они поменьше поливали, чтобы хватало людям. Но не всегда взаимопонимание есть. Единственный выход, по словам Маджира Тибуева, это замена водопровода с выносом приборов учёта потребления воды на улицу. Для того, чтобы не было левых подключений водопровода, вот когда вот сейчас они прокладывают вот эту линию, и прямо возле колодца, прямо на улице вставят счётчики. А то у кого-то за дом заходит, у кого-то несколько врезок, и водоканал просто не может обнаружить вот эти левые врезки. Поэтому вот если мы выявим счётчики на улицу, будет, я думаю, лишних поливов не будет. Даже никто не захочет лишний день не тратить, чтобы потом два помидора съесть. К замене труб уже приступили. Глава Прикубанского района Мухаммад Амин Чумаев, не понаслышке знакомый с проблемой жителей северной части Чапаевского и хутора Октябрьский, нашёл возможность помочь людям. Водопроводную систему заменят на более качественную, но не всю, а в наиболее проблемных её частях. Трубы старые, металлические, срок годности их 20-25 лет. Естественно, что они давно изжили себя. Трубы заилены, очень во многих местах ржавчина, прорывы. Допустим, отдельные участки почему? У нас очень большой объём прокладки, это порядка 27 километров, и бюджет ни района, ни республики не рассчитывают на такие денежные средства. С помощью правительства нам выделили необходимые средства хотя бы на отдельные участки центральной линии. И мы надеемся, что данное решение поможет тому, что поднимется давление воды в трубах, и население будет обеспечено чистой питьевой водой для необходимых своих нужд. По словам первого заместителя главы Прикубанского района Людмилы Стоякиной, село Чапаевское готовится к участию в федеральной селевой программе «Чистая вода», которая будет реализована до 2026 года. Администрации сельского поселения проводится работа по заказу соответствующего проекта. Остается надеяться, что все принимаемые меры навсегда избавят жителей села от проблем с отсутствием водоснабжения. Водинака Ракетова, Мухаммед Ашибоков, Инна Мостовая, Вести, Карачаево-Черкесия, Прикубанский район. И вести из оперативного штаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 4065. Из них 2379 выздоровели. В COVID-госпиталях проходит лечение 225 пациентов. С началом пандемии коронавирусной инфекции многие заемщики оказались в сложном положении из-за сокращения доходов. Чтобы помочь гражданам, был принят закон о кредитных каникулах, позволяющий тем, чьи доходы снизились более чем на 30%, получить отсрочку платежей по кредитам. Документы, подтверждающие снижение дохода, заемщики должны были предоставить кредитору в течение 90 дней. В ближайшие дни этот срок наступит для заемщиков, воспользовавшихся каникулами в первые дни действия закона. В ближайшие дни наступает 90 дней с момента, когда первые люди воспользовались кредитными каникулами по закону. Я напомню, что это произошло в начале апреля. В силу закона человек должен представить банок, документ, подтверждающий, что его доход снизился на 30 или более процентов по сравнению с средним доходом за 2019 год. Вполне может так получиться, что не все смогут предоставить такой документ, в том числе и в силу невольной ошибки, связанной с достаточно непростым расчетом. И мы рекомендуем банкам пойти навстречу добросовестному заемщику и все-таки сохранить его каникулы, превратив программу каникул по закону в собственную программу банка. Такая возможность ему дается нашими рекомендациями, опубликованными на сайте Банка России. В этом случае у человека не возникает просрочки, не возникает испорченная кредитная история. Единственное, что должен сделать человек, и о чем мы просим, обратиться в свой банк заранее и вместе с ним найти приемлемое решение. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Крачаево-Черкесии переменная облачность, местами кратковременные дождь и гроза, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, температура ночью 13-18, днем 24-29 выше нуля, местами сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду, в горах ночью до плюс 11, а днем до плюс 20. В Черкесии кратковременные дождь и гроза, температура ночью 16-18, днем 27-29 градусов тепла. Продолжаем выпуск. Активно идет подготовка к онлайн-форуму «Машук-2020». На мероприятии обсудили готовность технической оснащенности, онлайн-площадки, меры соблюдения безопасности на четвертой оффлайн-смене, посвященной цифровизации в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, а также программы открытия и закрытия форума. Он пройдет с 10 по 26 августа. Любой желающий от 18 до 30 лет может подать заявку в автоматическую информационную систему «Молодежь России». Регистрация для участия в форуме доступна до 15 июля. Порядок должен быть не только в семье, но и на службе. Вот уже несколько лет данный девиз является железным правилом в деятельности старшего помощника начальника по работе с личным составом управления Росгвардии по Крачаевой Черкесии Мурадина Ашибокова. За год работы он проявил себя как профессионал и настоящий специалист, который так внимательно следит за порядком военнослужащих. О буднях офицера Росгвардии подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Каждый рабочий день старший помощник начальника по работе с личным составом управления Росгвардии Мурадина Ашибоков с особым вниманием занимается изучением характеристик сотрудников и следит за дисциплиной военнослужащих. Нам очень важно, чтобы сотрудники были психологически стабильными и мы стараемся оказывать помощь тем, у кого могут быть проблемы в семьях, так как от психологического здоровья зависит качество службы в Росгвардии. В это входят вопросы дисциплины личного состава, социальная поддержка семей личного состава, а также работа с членами семей погибших военнослужащих сотрудников. В принципе, мы делаем все для того, чтобы военнослужащие и сотрудники уже не отвлекались на какие-то проблемы семейные и все остальные, и чтобы они только занимались своей служебной деятельностью. До работы в Росгвардии Мурадина Ашибоков был командиром взвода и заместителем командира роты по работе с личным составом. Затем был психологом-полиграфологом. Успех в службе определяет гармония и понимание в семье. Вот уже 20 лет вместе с супругой Мадиной они растят двух детей. Терпение, взаимопонимание и любовь – основа каждой семьи, и особенно военнослужащего. И несмотря на то, что Мурадин часто бывает в командировках, он внимательно относится к детям, говорит хранительница очага семьи Ашибоковых. Честно сказать, женой военнослужащего, да, это сложно. Но бывает, его отправляют в разные командировки. Бывает неделя, месяц, два месяца он был в Питере. Но, конечно, тяжеловато, но привыкаешь к этому. Семьям военнослужащих я желаю терпения, женам особенно. Но мы с Мурадином прожили 20 лет, двое детей. Мы созваниваемся по видеосвязи, он нам показывает новые города, в которых мы еще не были. Постоянно планируем туда тоже поехать вместе, уже погулять, отдохнуть. Ну, скучаем, конечно. Но уже, правда, он часто уезжает в какие-то командировки, мы тоже привыкли, да. Главное, каждый день созваниваться, узнавать, как дела. И все, если все хорошо, то у нас тоже все хорошо. Сын Ислам тоже хочет пойти по стопам отца, стать офицером и проходить службу в рядах Росгвардии. Залог успеха во многом зависит от климата в семье, отмечает Мурадина Шибоков. Плюс еще и профессионализм в работе. Эти качества и являются примером для сослуживцев. Алихан Ипшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. У регби в Карачаево-Черкесии хорошие перспективы. Высший совет Федерации регби России принял решение о разработке совместно с Министерством физической культуры и спорта в республике плана мероприятий по его развитию. Молодежь Карачаева-Черкесии проявляет большой интерес к регби. Первый выставочный матч в республике прошел в Черкесске в 2016 году. Сейчас в отделении спортивной школы регби занимаются около ста ребят. Министр физической культуры и спорта Республики Рашид Узгенов заверил члена высшего совета, что у регби в республике хорошие перспективы. Молодежь проявляет большой интерес к этой игре. Это все в Вести. Прямо сейчас смотрите сериал «Ангелина». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова